Это программа диалоги в студии Натальи Фельмонова. Здравствуйте! На календаре 8 ноября и сегодня Всемирный день КВН. И у нас в гостях бессменные жюри Ирина Самченко и Алексей Немышев. Добрый вечер! Добрый вечер! Здравствуйте! Да, вот, ребята, мы сегодня решили не приглашать КВНщиков в гости, хотя у нас есть Ирина, как оказывается, пока мы тут сидели за кадром, разговаривали, тоже КВНщицы, а бывших, наверное, КВНщиков не бывает, да? Но, тем не менее, мы сегодня решили посмотреть именно на КВН глазами из зала. Вам приходится действительно ставить оценки, решать судьбу. И вот давайте сегодня об этом и поговорим. Я нахожусь уже лет, наверное, 7-8 в тагильских лигах, потому что лиг было в свое время очень много. Это была лига и новая версия, и бигуди, и школьные лиги и так далее. Но каким-то образом меня втянуло, и до сих пор я не могу жить, наверное, без этой лиги КВН. Нет, это все-таки секта, на самом деле. Это прям болезнь или секта, это что-то такое невероятное, нечеловеческое. Я, наверное, года 4, может быть, 5. Тут очень сложно вести подсчет, потому что из одного действительно выливается другое и так далее. И переходишь, что из лиги в лигу, то есть статус КВНщиков, статус члена жюри, и вот так вот все это длится бесконечно. Ну, давайте возьмем временной отрезок 4 года, к примеру. Как-то вообще КВН меняется? Вот, допустим, 4 года назад он был такой, сейчас как-то вот, да, конечно, да. Вот есть какие-то движения? Как-то вот КВН, наверное, все равно отражает наши общественные тоже, может, какие-то вехи? Нет, ну, естественно, КВН вообще, в принципе, это ошибки на актуальные темы, это, ну, не знаю, КВНщики обычно злободневные темы поднимают и всегда обсмеивают то, что сейчас вокруг происходит. Да, именно сейчас, а вообще КВН, именно Тагильский КВН за последние 4 года вообще очень сильно вырос, то есть уровень стал гораздо выше, уровень подготовки команд, уровень написания сценариев, то есть подготовки костюмов, реквизиты и всего вот этого, вот этих мелочей. А ведь это все, в общем, составляет прям, ну, вот сам КВН, саму эту картинку и это очень важно, каждая деталь. И во всех вообще деталях КВН Тагильский очень вырос. Ну, он самый более динамичный, потому что если ранее мы приходили, смотрели на различные варианции просто игроков, то сейчас появилось и видео возможности, и текстовые, и музыкальные, и это все получается такая большая композиция, которая, ну, приятно смотреть из зала, естественно, участвовать и жить в данном КВНе. А вот с чем вы вот эту динамику можете связать? Вот почему вот КВН, движение, оно, допустим, ну, не стоит на месте, это понятно, что жизнь идет вперед, это все понятно, но тем не менее, что вот было таким всплеском, вот, более такого профессионального, профессиональных подходов и так далее, и так далее? Ну, тут на самом деле много факторов, и нам, наверное, сейчас не все понятно, то есть, ну, естественно, это деньги. То есть, возможно, ребят начали кто-то спонсировать, какие-то учебные заведения поставили себе задачи на свое, значит, у себя сделать, да, команду КВН, значит, на платформе своего вуза там и так далее, и так далее, учебного заведения. Очень много, да, учебных заведений команд, ребята просто, не знаю, у кого-то там друзья еще кто-то, кто-то приходит в зал смотреть, а потом набирает себе команду КВН. То есть, это как-то становится более модно. Да, ну, и все-таки, наверное, важный вопрос все-таки, вот, деньги, наверное, ребят стали спонсировать. Я, наверное, скажу по-другому, что, наверное, немаловажно это ведущий. Да. Евгений, который объединил нашу лигу, да, новая версия, она существует не так давно, в принципе, наверное, 4 как раз в такие годы и существует, да, новая версия сейчас. Да, наверное, да. Под его руководством. Ну, и многие говорят, что, наверное, он как отец, как вот тот Александр Масляков, который возглавляет, да, головную, да. Здорово, здорово, что с такими же тоже есть. Ну, скажем так, поглотил прям команды в себя, то есть принял их к себе, и команды идут всегда с желанием, они не боятся, что их порежут, не боятся, что дархотикуют, да, они идут к нему за советом. Ну, и, наверное, от этого тоже желающих стало гораздо больше. Еще, кстати, вот важно, почему они еще растут. Женя, да, Ломакин, он стал привлекать команд много из области. Да, да, да. Команды вот сейчас вот на вскидку, да, насчитываются в Нижнем Тагиле, вот какие команды судите, там, смотрите, следите, там, и так далее, и так далее. Вот они, на самом деле, каждый сезон меняются. Есть какие-то команды, которые вот из раза в раз, да, постоянные? Есть постоянные, да, которые каждый раз. Давайте поговорим о постоянных. Что за команды, как вот ему удается, скажем, оставаться, да, на, скажем, на нашем небосводе тагильском? Вообще, у каждой команды есть своя фишка. И они фишку, как правило, развивают долгое время, да, то есть можно сказать, что у команды в городе Те, в свое время, я понимаю, что назывались они, потому что у них было большое количество не худых людей, назову я их так команде, да, поэтому в городе Те. Команда, которая успешно себя зарекомендовала, пришла она из другой команды под названием, да, но играют успешно и выходили даже в финал. Ну и плюс другие команды, которые тоже. Есть команда с понедельника, там девчонки, то есть это женская команда, у них всего один молодой человек, которому они успешности будут. На этом строится вся их канва их выступлений, и девчонки очень талантливые, и классно-классно они выросли за последний год, и ездят выступать они и в Сочи, и в лиге официальные, то есть очень крутые. Наверное, будет некрасиво не сказать про команду Катеринбурга вроде по моде, которая становилась, наверное, дважды, дважды, либо трижды они становились чемпионами нашей лиги, то есть как раз-таки они задавали тот стимул, то рвение, к которому стоит остальным командам подтягиваться, то есть команда, которая, ну, наверное, уже переросла некоторые лиги, поэтому хорошо, что они у нас присутствуют. Много молодых команд, которые появляются из года в год, появляются именно от учебных заведений, от медицинского, от путей сообщения. Железное будущее, да, команда. Железное будущее, вот, то есть как бы они, возможно, не идут до конца сезона, потому что они новички, но они все равно светятся, они все равно уходят, пытаются, стараются и играют. Вот, поэтому так очень сложно сказать, Каменская команда, вот, очень нас поразила в этом году, с Каменск-Уральского приезжала команда, просто убила всех на повал. Чем? Скажите, чем? Всем. Всем. Забойные шутки, просто умопомрачительная подача такая, что там просто, не знаю, срывало крышу у людей, шикарно. Да, вот, знаете, вот тоже вот бытует мнение, что сейчас КВН, может быть, где-то отходит, ну, может быть, тут путают с юмористическими какими-то программами, да, развлекательными, что все шутки, в принципе, ниже пояса. Вот как у нас в Тагиле это обстоит, как-то вот все, то есть у нас минимум пошлости. Я сказал про редактуру. То есть интеллектуальные, да? Да, есть жесткая редактура, которая редактируется, все шутки, естественно, зал-то приходит не готовые к этим шуткам, поэтому они должны быть уже не тотально подготовлены. Поэтому Евгения очень часто убирает то, что мы не должны увидеть. Наверное, это большой плюс. Просто дело даже в том, что нет никакого возрастного ограничения, насколько я знаю, на посещение КВН в зале, на осмотрение КВН в зале Тагильского. Ну и потому не может быть никаких таких шуток. То есть если есть что-то, то это даже не на грани, а выше грани. То есть за этим следить. То есть путать, допустим, да, и какие-то подмена понятий клуб веселых и находчивых, и просто какая-то программа, допустим, да, с юмором связана, да, то есть это разные вещи. А следите ли вы уважаемые, да, члены жюри и за, скажем так, клубом веселых и находчивых, такого вот, да, большого значения, вот где отец как раз Александр Масляков. Вот, если следите, то вот в чем, вот вы считаете, на ваш взгляд, секрет вот долголетия? Не теряя, да, вот КВН популярности? Да, давайте начнем с того, следите, не следите. Следим. Наверное, самое главное его современность. Потому что любая программа, которая выходит на ТВ, выходит в люди, она должна быть на одном языке и с молодежью, и с подрастающим поколением, и с тем, кто уже вырос. КВН всегда шел в ногу со временем, поэтому здесь не возникало проблем никакого барьера, да, то есть мы всегда знаем то, что происходит в стране. Ну, и еще один немаловажный фактор в том, что в КВН всегда можно было говорить обо всем, но красиво. То есть и политические вопросы в стране, и в городе происходят. Да, есть, что обсмеять КВН будет существовать. Да, совершенно верно, да, да, да. А в нашей стране с этим, с этим вообще нет никаких проблем. Да, ну, я думаю, я вот просто тоже иногда, так скажу, признаюсь, иногда все же смотрю КВН, мне кажется, не только страна там вообще, что в мире происходит тоже интересное. Вот, то есть следите, да, то есть, ну, вот есть какие-то, на ваш взгляд, команды, которые появляются? Старичков мы-то все знаем, да, то есть и наша тоже уральская команда, да, уральские пельмени и так далее, и так далее. Вот какие-то для себя вот новых персонажей отмечаете, так скажу? Наверное, никого называть не буду, с одной из причин, чтобы наши тагильские команды не подставали под стиль тех, кому нравится, да. Тем более мы сидим в жюри, естественно, хотим, чтобы каждая команда была индивидуальной. Такое, да, поэтому называть никого не буду, но скажу, что и новичков, и старичков мы любим все, и еще самое главное, что КВН дает, наверное, путевку в жизнь. Ну, наверное, и по Ирине видно, да, о том, что играл в КВН, стал успешным в жизни, да. Мы сейчас обязательно об этом поговорим, обязательно вернемся к Ирине. Ну, и, естественно, большинство игроков КВНа всегда пробивается куда-то, потому что это и харизма, и уверенность в себе, но а сцена всегда дает какие-то плюсы, правильно? То есть это коммуникативные еще качества, да, то есть уже человек раскрепещается. Да, вот как раз Алексей уже сказал, что и я, в принципе, тоже в начале программы говорила, что Ирина тоже играла в КВН. Вот, Ирина, почему вы так решили? Вот вроде бы, может, какие-то другие занятия там девочки предпочитают, не знаю, с подругами. Случайно. Случайно. Да, да, да. Это же, ну, все, наверное, какие-то судьбоносные решения, большинство, они вот происходят по случайности, как-то вот судьба вывела. Пригласили, причем пригласили просто помочь попеть. В институте я училась на первом или на втором курсе института, и ребята, которые учились на четвертом, пятых курсах, у них была команда в УПИ, в нашем, в Тагильском, и вот они пригласили помочь на подпевку. Ну, и как-то вот я втянулась, и очень-очень, да, замотала меня, и все. И мы ездили в Сочи на фестивали, на Кевина, мы ездили много официальных лиг, и чемпионы Уралки мы были, и чемпионы области. Здорово. Ну, достаточно везде и поездили, и повыступали, и было очень круто. Вы сказали, вас пригласили попеть. Вы хорошо поете? Ну, я скажу, что да. Да, я слышал, что это происходит, да, Ирина известна тем, что она хорошая вокалистка, да, и поэтому оценивать конкурсы тоже. Я в своем стыду вот эту вот черту биографии, так скажем, да, личности какие-то я вот не знала. Скрытая, да, да. Теперь уже секретик. Теперь уже не секретная. В жюри у нас сидят люди, а в чем-то профессионалы, то есть в какой-то сфере, которую можно оценить, да, Ирина, она занимается вокалом, да, там, а Александра, сидящая в жюри, занимается общественной деятельностью, она знает, что происходит вообще в городе. То есть, если я не понимаю шутку, иногда говорят, переведи. Ага, неактуальненько. Как-то так это происходит. Ну, и, наверное, самый большой еще плюс, что в нашем жюри она настолько демократичная, что возглавляет ее как раз-таки, как сказать-то, попроще-то, начальник управления про развитие физкультуры, спорта и молодежной политики, да, города Нижний Тагилов. То есть, поэтому и уровень шуток должен быть подобающий, да, и шутить можно обо всем, но красиво, как я уже сказал об этом. Ну, кстати, вот, несмотря на его такую должность, да, и что он вот такой вот весь важный и очень важный человек, он так относится классно вообще к любым шуткам. То есть, пиджак оставляет в кабинете. Да, он очень легко относится к шуткам о себе любимом, да, как бы, и вообще о ее политике, и, да, обо всем, наверное, и об администрации, о всем. То есть, шутить можно обо всем, и это классно, когда жюри такие, которые непредвзято относятся к какой-то теме для шуток, это классно. То есть, получается, Дмитрий Изовский, это безотчество, да, в данном конференции, это как Гусман, там, в Москве, да? Типа того, чаще Гусман называют меня, потому что, вроде, поднимают я. А, да, да, а по идее он, как... Эрнст. Эрнст, да, о, отлично. Мы сегодня говорим как раз взгляд из зала, да, жюри, вот это вот, вы тоже как-то между собой общаетесь? Я так понимаю, что это тоже такая хорошая такая компания такая, да? Да, но нас рассаживают. Так, почему? Специально, чтобы оценки были непредвзяты у каждого своих, да, нас пытаются рассаживать. Ну, у нас есть система знаков. Да, система знаков. Да, ну, конечно, мы шутим, да, так происходит, но все-таки мы к концу, как правило, почему-то сближаемся, сидим уже близко друг к дружку, потому что и обсудить, и посмеяться хочется в компании, да, тем более чувствуешь взрыв сзади эмоций зала, а я, зал, это, наверное, самое главное. Ну, это когда вот мы судим обычную игру, есть фестивальные игры, когда мы просто смотрим, отсматриваем кучу команд, а потом удаляемся и совещаемся в кабинете, то есть, а вот там-то уже обсуждения очень даже бурные, там и голосования, и споры, и... Приходят ли люди, вот, на КВН, популярен, есть? Знаете, самое страшное, наверное, для КВН, не когда пришел пустой зал, а когда пришел и понял, что люди не входят, что зал настолько маленький, что хочется еще раздвинуть стены и впустить еще столько же людей, да, то есть, мы на фестивале открытия в прошлом году поняли, что зал реально мал. Очень мал, да. То есть, и стояли в проходах периодами, да, и это были бурные овации, и когда были аплодисменты на какие-то шутки, мы прям понимали, что мы уже могли лохнуть, то есть, реально, и отзывчивый зал, очень, как говорят, это нужная важная, да, вещь для КВНщика, ну, естественно, все благодарные такие зрители. Нет, зрители ходят, да, фестиваль, почему он такой особо посещаемый, потому что команд очень много, и, наверное, шутки такие разносторонние, и еще болельщики команд приходят, то есть, очень много тоже их в зале, и кричат. Кстати, сейчас болельщики стали появляться, которые, значит, и с растяжками, и с кричалками, да, то есть, все, все как по телевизору, у нас все точно так же, мы прям приближаемся к тому уровню, вот, но и на играх, там, где участвует немного команд, там, 4-5 команд, зал тоже практически полный, потому что уже знают, что Тагильский КВН, он на определенном уровне, то, что будет смешно, и люди идут. Здорово, а что бы вы, вот, пожелали, вот, сегодня день КВН, что бы вы пожелали КВНщикам, те, которые уже играют, ветеранам, точнее, ветеранам, те, кто играют, и те, кто вот еще пока с завистью смотрят, стараются, ну, не проходят, может быть, какие-то, вот, да, испытания, и все же, вот, работают над собой, чтобы попасть, вот, вот, прям в большую игру Тагильскую. Мне кажется, главное не сдаваться. Если один раз не получилось, подняли двойку, чаще-то бываю я, да, сказали, что сегодня плохо, а завтра будет гораздо лучше. То есть, если стараться, если пробовать, мы знаем очень много успешных команд, да, та же в городе ТТ, та же в городе Железное Будущее, команды, которые пришли, выступили сначала как-то, а потом взорвали зал. То есть, именно поэтому нужно всегда идти вперед, искать и свою нишу, и своего зрителя, ну, и, наверное, своего члена жюри, который будет улыбаться на ваши шутки. Ну, значит, что Алексей чаще поднимает двойки. Бывает, да, да, да. Не, надо просто у него двойку отобрать, я считаю, он так много об этом говорит. Нет, мне один, два уже убирали, у меня было три, четыре, пять, то есть, Евгений прям старался, убирал двойки у меня, то есть, такое было. Хотят быть творительным, да, 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 чтобы он изверствовал особо. Да, Ирина, вы что пожелали? Ну, хочется пожелать, наверное, КВНщикам классных шуток, болтов прям, чтобы вот, чтобы они от них сами кайфовали. Побольше времени на репетиции, потому что этого очень часто не хватает, люди учатся, работают, и тяжело очень найти, собрать команду. Вдвоем-то сложно собраться, а в пятером и в десятером практически нереально. Ну, а зрителям КВН хочется пожелать классного сезона, впереди у нас сезон. Куда открытие? Открытие 11 ноября. Так. Вот. Всех хочется пригласить на Тагильский КВН, будет фестиваль, будет круто, будет смешно. Будет мега круто, я прям скажу, это будет прям класс. Мы ждем сами давно, ждем его с прошлого года, то есть, прошло вроде с апреля месяца немного, но мы прям ждем уже ноябрь. Да, здорово. Я тоже вам желаю отличного сезона, чтобы все получилось. Уж сильно строго не судите. Спасибо, что вы сегодня были гостями в нашей студии, спасибо вам за отличное настроение, за ваши ответы, за ваш позитив, за ваши улыбки. Тоже вас с праздником. Увидимся на КВН, я надеюсь. Увидимся на КВН. Ваше место рядом с нами, мы займем. Отлично, обязательно буду, спасибо большое. Алексей даже отдаст вам свою двойку. Конечно, до хранения. На хранения отлично. Спасибо вам большое, ребята, что вы сегодня были у нас еще раз в студии, но нам осталось лишь попрощаться. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»